меня в руках ребята та самая nintendo v которую я купил в далеком 2009 году посмотрите как сохранилась коробочка такое ощущение что я купил эту консоль буквально вчера именно с тех времен у меня и появилась такая традиция сохранять коробки от консолей по возможности в полной комплектации и по возможности стараться в общем их сохранить как можно дольше вот в таком состоянии кстати в тот день мы также приобрели и вот такой набор аксессуаров для nintendo v это в общем такие пластиковые штуковины в которые вставлялся вимоут и вот эти штуки позволяли получить больше если можно так вырезать ощущений от той или иной игры в данном случае это все больше заточено на спортивные игры в комплект входил пластиковый руль пистолет клюшка для гольфа бита и теннисная ракетка и все это в общем можно было испытать на том диске с играми спортивными которые шли в комплекте с nintendo v кстати это был бесплатный я бы назвал наверное даже не сборником игр а больше наверно демо диском того что могла nintendo v помимо аксессуаров самой консоли тот день мы также забрали две игры которые мы заказывали у ричарда это resident evil umbrella chronicles вот так выглядела пиратка для nintendo v ну в общем здесь есть даже накатка на диск но это обычная болванка не штамповка жалко только коробочка не белого цвета как у оригинала выглядел бы приятнее и вторая игра zelda twilight princess здесь уже коробочка похуже чем у 1 здесь тоже накатка есть но в общем вот такие пиратские игры и в общем преисполненные радости отправились домой и не знаю почему то первым делом когда приехали стали распаковывать не консоль а вот эту коробку чтобы посмотреть на содержимое что что там за аксессуары не знаю что нас подвигло сестрой распаковать вместо консоли вот эту коробку ну в общем когда мы закончили с коробкой распаковали консоль моему взору предстала вот эта белая красавица элегантная она конечно больше похоже не на консоль она dvd привод от пк ну не знаю что то в есть особенно вот этот белый цвет он классно выглядит но если сравнивать nintendo v с xbox 360 то xbox 360 просто огромный монстр по сравнению с этой элегантной консолью и наверху здесь вы можете видеть наклеечку с версией чипа которая здесь напаяна на материнскую плату это вики nintendo v была подключена к телевизору я уже был готов отправиться навстречу приключениям во вселенной резидент и вол когда мы воткнули вилку питания в розетку нас ждал большой сюрприз nintendo v вообще никак не при реагировала на подключение ее к сети и вот этот светодиод не загорелся красным а когда nintendo v подключена сети у нее здесь загорается красный светодиод и в общем как я втыкал не втыкал в розетку не перетыкал вот здесь питание к самой консоли она никак не реагировала на подающийся ей ток то есть в общем скорее всего была какая-то техническая неполадка я честно говоря думал что возможно блок не работает это испортило вот тот кайфовый момент когда вы приходите домой распаковаете консоль подключаете ее к телевизору дрожащей рукой нажимаете на кнопку power на экране появляется меню вы можете брать и знакомиться с консолью запускайте первую игру получаете вот те непередаваемое ощущение первого знакомства все это было сведено к нулю настроение было хуже некуда и после такого облома свим мы позвонили ричарду первым делом конечно же сказали что консоль не работает она вообще никак не реагирует на подключение к сети он был удивлен не меньше нашего он сказал что после чиповки он консоль проверил она работала он с обратно собрал ее в коробку и после этого передал ее нам и он тоже был не в доумении что же могло произойти в общем договорились мы так собираем консоль и завтра с утра привозим ее к нему в общем на следующее утро воскресенье мы с отцом собрались и поехали на грюнай привезли консоль к ричарду он ее достал с коробки подключил к сети и увидел тоже убедился что консоль не работает стал проверять что же могло случиться с нинтендо в и потом решил сменить вот такой переходник у нас и было с английской вилкой для питания для того чтобы пользоваться английским блоком питания нужно было вилка переходник ричард попробовал заменить эту вилку и о чудо консоль ожила в общем вся проблема в консоли было вот в этой вилке радости не было предела вот сложно вообще описать вот что в душе творилось в общем консоль в порядке она работает это было всего лишь какая-то маленькая вилочка у меня честно говоря дома подобных вилок не было и поэтому проверить было нельзя и вот эта мелочь вот это вот ерунда испортила вот то первое впечатление первую распаковку подключения вот это вот фиговина в общем вернувшись снова домой с консолью уже с другим переходником мы опять подключили вик телеку я уже с опаской втыкал в розетку вилку питания но на этот раз на нинтендо и загорелся светодиод и консоль заработала когда я нажал кнопку power еще меня очень сильно удивил remote контроллер он во первых был очень похож на пульт от телевизора и он совсем по-другому лежал в руках например нежели тот же самый контроллер от playstation 2 то есть это классическая форма которая вот так вот очень удобно держалась в руках к этому я уже привык а и мол с нунчаком это совсем другая история чтобы играть в и remote во первых нужно было пристегнуть к руке чтобы ненароком в пылу игры его не выронить и вот таким макаром все это ложилось в руку это было вообще непривычно это вообще не похоже ни на что другое что было до этого то есть вот в плане контроллеров моих руках это смотрелось реально странно и вот в общем когда все дело надел на руки взял нунчак в руки запустил первым делом виспорт это игрушка которая шла в комплекте об этом говорил ранее и стал пробовать играть играть в теннис в гольф и реально вот после того когда вы первый раз берете в руки в молот это совсем другие ощущения от игры вот действительно когда я первый раз сыграл нинтендо в я понял что главное дело то не в графике а именно в геймплее и вот ощущения просто непередаваемые были вот то того же самого гольфа тенниса такое ощущение что ты реально играешь в настоящий теннис то есть чтобы отбить летящий на тебя теннисный мяч нужно было замахиваться вимоутом и это реально было необычно когда ты стоял возле телевизора стоя и как дурак махал которых это выяснилось я и не знаю что они могут быть ниндзо естественно вот такие ощущения и дарила нинтендо ве 360-ый брал свои картинка и playstation 3 точно также не привносил никаких революции а А Nintendo Wii смогла меня удивить. Это действительно была своего рода революция в плане управления. И ощущения были... Сложно сейчас передать. Сейчас этим уже, конечно, никого не удивишь. Но тогда, в 2009 году, а если вернуться в 2006, когда консоль появилась на рынке, то, наверное, тогда еще более, наверное, острые эти ощущения чувствовались, когда вы играли, например, в V-Sport. После V-Sport, конечно же, я запустил Umbrella Chronicles. Опять же, меня сильно порадовало вот это управление, когда нужно было целиться в экран, чтобы отстреливать нечисть в Resident Evil. Я запустил рельсовый шутер в совокупности с V-Mode. Это просто офигительно. Я вот подобных ощущений не испытывал со времен Желетона, когда я целился в телевизор, чтобы расстреливать уток. То есть V-Mode подарил мне снова вот те детские воспоминания, ощущения, которые я испытывал в 1994 году. Я запустил Resident Evil Archives, и, наконец, спустя столько лет мне удалось пощупать Resident Evil ремейк. Какое же кайфовое ощущение было от этого, когда я впервые сыграл в ремейк Resident Evil. Я столько про него читал, вот когда появился на интернет, смотрел скриншоты, какие-то ролики. Пытался одно время на своем Intel Pentium 4 запустить ремейк посредством эмулятора Dolphin, но ни хрена у меня не получилось, потому что компьютер у меня был слабый для эмуляции Dolphin. И вот, реально, наконец, моя мечта сбылась. Я играю в Resident Evil ремейк. Потому что, вообще, Resident Evil – это одна из, наверное, моих любимых франшиз, в которой я провел очень много времени. На первом PlayStation я просто вдоль и поперек излазил первую, вторую и третью части. Тут, в общем, наконец, спустя столько времени, я играю в улучшенный Resident Evil. Реально, я залип надолго в Resident Evil, обследовал каждый уголок и просто тащился от того, насколько классный Resident Evil ремейк. И вот эта графика, она выглядела даже в 2009 году, не считая того, что, по-моему, Resident Evil ремейк вышел в 2002 или в 2003 году. Даже тогда он выглядел очень классно. Это бэкграунды заново отрисованные. Они смотрелись просто классно. И вот эти обновленные трехмерные модельки персонажа, в общем, все это меня убило на повал. После того, как я отошел от первого дня эйфории и от тех ощущений незабываемых, которые подарила Nintendo Wii, я понял такую штуку, что те диски, которые я записал сам для Nintendo Wii, работают. И, соответственно, мне не нужно покупать больше пиратские диски для Nintendo Wii. Так что вот эти две игрушки стали первыми и последними для Nintendo Wii, которые я купил у Ричарда. А он, наверное, все-таки надеялся продать мне не один десяток пиратских копий игрушек Nintendo Wii. Но, в общем, как-то ему с этим не повезло. Потому что я понял, что можно качать игры самому и записывать их без особых проблем. И играть. По-моему, следующей игрой, которую я записал, это была игра, опять же, про охоту на уток. И тут меня, в общем, ждал первый облом. Почему-то игрушка не запустилась, и Wii просто крутила диск, и игра не воспроизводилась. Не знаю, почему, с чем это было связано. Но, скорее всего, игра была не того региона. И, соответственно, Nintendo Wii не хотела запускать игры NTSC на консоли PAL региона. Потом та же самая проблема была у меня и с New Super Mario Bros. Они тоже не хотели запускаться. В общем, несколько игрушек из тех, что я записал, не запускались, скорее всего, либо по причине несоответствия регионам, либо по еще какой-то неведомой причине. В общем, New Super Mario Bros. Мне так тогда и не удалось поиграть. Вот в тот эксклюзив, который я тоже хотел, в общем, опробовать. В принципе, больше у меня каких-то проблем с записью дисков для Wii не было. За исключением вот этих нескольких игрушек. И потом я уже стал просто выкачивать все подряд. Это, в общем, были такие бессонные ночи, когда я качал. Качал, качал, качал. И в один прекрасный момент, это неделю, наверное, через три или через месяц, в очередной раз воткнув свежезаписанный диск в Nintendo Wii, и Nintendo Wii немножко, в общем, пожужжала, похрустела, поворчала и не запустила диск. Диск обратно даже нельзя было вытащить. То есть, консоль как диск забрала, так и зависла. В общем, дисковод не реагировал на нажатие. Блин, опять облом. Это примерно то же самое, что было и с Xbox 360, когда периодически нужно было ввести консоль на замену или на ремонт. И тут то же самое с Nintendo Wii. То есть, опять по истечении, грубо говоря, месяца пользования консоль опять сломалась. В общем, опять звоним Ричарду, опять говорим, что вот так и так. Дисковод у консоли не работает. Он подвис. И, в общем, не знаем, что с этим делать. В общем, он говорит, собирайте консоль и везите ко мне. Мы опять, в общем, привезли с отцом консоль к Ричарду, но на этот раз ее нужно было оставить, потому что он собирался ее отвезти домой, и выяснить, в чем проблема. В общем, через, наверное, неделю мы приехали за консолью. Консоль была в полном порядке. Там, насколько я понял, была проблема то ли с щипом, то ли с DVD-приводом. Что-то, в общем, там какой-то проводок отвалился. И, соответственно, поэтому консоль не работала. Он, в общем, все припаял, все отремонтировал. Ну, с души прямо камень спал. Но вот тот осадок неприятный все-таки остался. Если уж я подумал, мы приехали к Ричарду, неплохо было бы у него заказать кое-какие аксессуары. Тут я в интернете, в общем, насмотрелся роликов, начитал со статей, что Nintendo Wii также обратно совместима и с GameCube играми. В общем, я спросил у Ричарда, есть ли у него возможность достать контроллер от GameCube и карту памяти. Ричард без особых колебаний сказал, что у него есть возможность достать контроллер от GameCube и карту памяти. В общем, я это все дело заказал. Контроллер для GameCube был недешевым удовольствием. Стоил он порядка 80 литов. И карта памяти тоже была что-то порядка, наверное, 50. То есть, в общем, немаленькие деньги, если брать на литы. И сказал он, где-то, наверное, недели через 2-3, в общем, можно будет приехать и забрать контроллер и карту памяти. В очередной раз, уже прямо-таки по сложившейся традиции, я забрал у Ричарда коробку с Nintendo Wii, засунул ее под мышку и отправился домой в ожидании контроллера для GameCube и карты памяти. Те три недели, что я ждал этих вещей, которых не хватало для того, чтобы испробовать обратную совместимость Nintendo Wii и запустить какую-нибудь игрушку от GameCube на ней. Я читал много информации об играх на GameCube, потому что для меня это была вообще неизведанная территория. В GameCube я не играл и, в принципе, не знал, что же там такого есть, во что бы можно было поиграть. В ожидании, пока в моих руках появится контроллер от GameCube и карта памяти, чтобы затестить обратную совместимость игр GameCube на Nintendo Wii, я стал помаленьку качать образы игр для GameCube. Благо, игры для GameCube весили меньше, чем для Nintendo Wii. Основная часть игр занимала где-то порядка 1 гигабайта, 370 мегабайтов, если мне не изменять память. Некоторые игры были на двух дисках, соответственно, весили немножко побольше, но все равно меньше, чем большая часть игр для Wii. Соответственно, мне было проще с моим суперинтернетом скачать ту или иную игру. Конечно же, я первым делом скачал игрушку, которая должна была быть запущена первой. Это Metal Gear Twin Snakes. Также я скачал и Resident Evil Code Veronica, чтобы посмотреть, как он выглядит на GameCube. Когда пришел день X, когда в моих руках, наконец, уже были карта памяти и контроллер для GameCube, я стал, в общем, тестировать, как это все работает. Конечно же, первая игрушка, которую я запустил по обратной совместимости, была игра Metal Gear Twin Snakes. Сказать, что мне понравилась эта игрушка, это ничего не сказать. Это действительно отличный ремейк, наподобие того, что мы видели в последнее время. Ремейк Resident Evil 2, того же самого Medieval. То есть, на уровне ремейк действительно был качественным. И я надолго засел за этот ремейк. Меня ждал очень такой неприятный сюрприз, когда я дошел до конца первого диска. И мне консоль сказала, что пора уже пересесть с одного диска на другой. В общем, я с радостью вытащил один диск, вставил второй, и тут меня ждал облом. Консоль ни в какую не хотела переходить на второй диск. Потом я нашел информацию в интернете, всему виной был чип. То есть, как бы он не позволял перейти с одного диска на другой. И, в общем, тут меня с обратной совместимостью, и вот с такой легендарной игрушкой, как Metal Gear, ждал облом. Потому что никак нельзя было перейти на второй диск. И сейвы не читались со второго диска. То есть, мы были вставить второй диск, но сейвы не читались. Нужно было именно перейти с первого на второй диск и потом записаться. И тогда можно было запустить Metal Gear. Что я, в общем, только не делал. Сколько раз этот диск не вытаскивал. Ну, в общем, был вот такой облом. Те игрушки, которые были рассчитаны на один диск, в общем, в них можно было играть по обратной совместимости без проблем. А вот с такими игрушками, действительно, которые хотелось поиграть, был большой облом. На чипованной консоли можно было свободно играть онлайн. То есть, Nintendo, по крайней мере, уже тогда, в 2010-м, она не банила. Ты мог спокойно играть онлайн. Я очень много зависал, например, в Call of Duty, Modern Warfare. Когда уже приноровился использовать вот это управление, то в Call of Duty было довольно удобно играть. Я часто, в общем, зависал в онлайне. Также много времени провел в Mario Kart. Я также играл в Mario Strikers онлайн. То есть, реально, на Nintendo Wii можно было играть в онлайн и даже на пиратских копиях игр на чипованной консоли. И Nintendo не банила. Хочется сделать небольшое отступление и буквально несколько минут уделить играм Nintendo Wii. Nintendo Wii это та игровая платформа, на которой выходило очень много всевозможных игр в разных жанрах. Это как довольно качественные проекты, так и довольно посредственные. Такое ощущение, что компания Nintendo давала практически любому, кто хотел создавать для ее платформы игры, возможность это сделать. Это совсем не так, как было в 80-х, в 90-х. Wii была уникальна не только своим революционным управлением, которое привносило в геймплей новые ощущения. Но также Wii, наверное, была единственной консолью седьмого поколения, у которой было больше всего эксклюзивов. И тех эксклюзивов, которые не ушли с платформы. Если взять, например, тот же самый Xbox 360, то там практически не осталось ни одного эксклюзива. Все было переиздано либо на Xbox One, либо на ПК. А на Nintendo Wii можно найти проекты, которые до сих пор можно сыграть только на этой платформе. Давайте взглянем, наверное, на самые яркие эксклюзивы Nintendo Wii. Здесь я утихаю, но через несколько минут я обязательно к вам вернусь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! И через какое-то время, это, наверное, был уже 2011 год, опять у Nintendo Wii, к сожалению, стали случаться казусы. Периодически то тот, то иной диск, отказывались читаться. И в итоге через какое-то время, наверное, через полгода, Nintendo Wii у меня, к сожалению, с большим трудом читала вообще болванки. И тут уже на помощь пришла прошивка консоли, я долго не решался на прошивку консоли, потому что боялся ее брикнуть, сломать. И, в общем, нашел довольно хороший туториал от Microwave Sam, этот парень, считай, мне помог прошить мою Nintendo Wii. У него отличный туториал был, был пак с нужными файлами, с нужными вадами, в общем, все было в комплекте. В общем, мы скачали этот пак, вместе с сестрой прошивали первый раз, было боязно, я боялся, в общем, брикнуть консоль. В общем, мы все это скачали, все нужные файлы были на SD-карте. Homebrew Channel ставился при помощи Letter Bomb. Это, в общем, думаю, самый простой способ прошить Nintendo Wii, поставить Homebrew Channel. Прошивка консоли позволила вернуть Nintendo Wii снова в строй. Также, помимо этого, запустились те игрушки, которые не запускались с диска. Я не знаю, по какой причине, заработали New Super Mario Bros, симулятор охоты на уток, еще несколько игрушек. И, соответственно, я уже мог поиграть в те игры, которые мне были недоступны с дисков. Также я прекрасно работал онлайн на прошитой консоли, так же, как и на чипованной. И, помимо этого, у меня появилась возможность запускать эмуляторы на Nintendo Wii. И запускать игрушки с классических консолей, таких как Sega Master System, Mega Drive, Super Nintendo, NES. То есть, эта консоль, это как ретро-комбайн. В одной упаковке вы получаете NES, SNES, GameCube и Wii игры. А для полной картины я докупил еще и классический контроллер, который как раз подошел для игр Super Nintendo. Это практически контроллер Super Nintendo только с двумя аналогами. И действительно, на этом контроллере было очень удобно играть в классические 8- и 16-битные игры. И с Sega, и с Mega Drive, и с NES, и с Super Nintendo. Помимо всего прочего, прошивка позволила запускать игры с WiiWare магазина. А там, как минимум, была одна игрушка, в которую просто страсть как хотелось играть. Это Contra Rebirth. Это переосмысление классической Contra, которая держит планку не меньше, чем классические Contra с NES, Super Nintendo и с Mega Drive. Также там был очень весьма неплохой ремейк, переосмысление классической Кастальвании. А также много интересных мелких игрушек, которые действительно увлекали на многие часы. Особенно мне понравилась игрушка про инопланетянина. Я даже не вспомню сейчас название. Но, возможно, при монтаже я ее найду. Нужно было ориентироваться в пространстве при помощи двух рук. И было очень странное ощущение. Вот эта игра запомнилась именно своим управлением. Но вообще все игрушки на Nintendo Wii это всегда необычное ощущение от геймплея. Подводя итог всему вышесказанному, хочется отдать дань уважения вот этой маленькой белой коробочке. Потому что она радовала меня не один год. И продолжает радовать. Это та самая консоль, которая была куплена в 2009 году. И все, что с ней случилось, это поломка DVD-привода. И в принципе это случилось по моей вине. Потому что я использовал не лицензионные диски, а самописные болванки. А так это очень надежная консоль. Если брать во внимание Xbox 360 и PlayStation 3, то у них были довольно серьезные проблемы. Это три красных огня. И консоль в принципе умирала. Здесь же, чтобы убить Nintendo Wii, нужно постараться. И она действительно надежная. Большую часть стримов я стримил именно используя Nintendo Wii как основную консоль. Как мультиэмулятор. Так что все те игрушки, которые вы видели на моих стримах, все они запускались именно вот с этой консоли. Что ж, огромное спасибо, ребят, кто досмотрел этот длинный ролик до конца. И желаю всем хорошей игры. Увидимся. Счастливо.